Работать над ролью серого, человека реального, человека жесткого, было вот когда вот этот человек реален, что его можно пощупать, что можно поговорить, я там разговаривал с людьми, которые его знали. Вот, этот человек верит в правоту того, что он делает. Сергей Павлович, теперь вы стали таким же важным и нужным, как ваши ракеты. Понятно, что это значит? В интересах госбезопасности никто не должен знать ваше имя и кто вы такой. Словно и нет вас вовсе. Долгой и плодотворной жизни, товарищ главный конструктор. Но, слава богу, я там был не один из русских актеров, там было, нас было четверо. И, прежде всего, конечно, Мария Миронова, которая исполняла жену Королева. Прекрасная русская актриса, ну уж кто ее не знает. За короткое время судьба Королева наразительно изменилась. Добрый вечер. Здравствуйте. Нина. Сережа. Его освободили из тюрьмы, поставили во главе советской ракетной программы, и он женился второй раз на Нине. Сегодня был самый невероятный день в моей жизни. Серьезно? Да. К нам приезжал маршал Неделин. И? Мы получили новый заказ. Ты не поверишь, им нужна огромная ракета, намного больше прежних, которая будет в состоянии быстро доставить большой груз до Америки. Серьезный проект. Нина, погоди, я не о том. С ракетой такой невероятной мощности реален выход в космос. А значит, наш спутник сможет выйти на околоземную орбиту. Штефанько исполнял Леонова. Равиль Сьянов исполнял ближайшего соратника Королева. Но приятно ощущать рядом своих русичей, кривичей, вятичей, товарищей твоих, которые, ну, совсем уж, уж совсем плотно тебя понимают. Валентин Глушко считался главным специалистом по ракетным двигателям. Садитесь. Ну что, товарищ Глушко, кто из наших ученых способен возглавить эту важнейшую работу? Почему молчите, товарищ Глушко? Есть такой специалист. Вас это удивит. Он был приговорен к сроку и сидит как враг народа. Сергей Королев. Вы предлагаете доверить такую важную задачу преступнику? За что его посадили? По 58-й.